Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В России в первой половине 2022 года в два раза выросло число погибших в ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности По данным МВД речь идет о шести летальных случаях и почти что четырехстах пострадавших В основном такие аварии фиксировались в Москве, Питере, Нижегородской и Свердловской областях Чаще всего, говорят полицейские, пользователи СИМ не могут поделить дорогу с пешими участниками дорожного движения Наиболее опасные места это пешеходные переходы, въезды-выезды с прилегающих территорий, а также перекрестки Трасса 101 Лада Грант в июле сохранила звание самой продаваемой в нашей стране новой легковушки Цены на модель на сайте АвтоВАЗа начинаются от 678 тысяч 300 рублей Веста показала второй результат, минимум 1 миллион 122 тысячи Бронза досталась Хёнде Крета от 1 миллиона 859 тысяч рублей Далее идут Киарио, минимум 1 миллион 435 тысяч и Хавейл Джолион от 2 миллионов 29 тысяч рублей В целом продажи новых авто в середине лета по сравнению с тем же периодом 2021 года ГИБДД выступила с актуальным для жарких летних дней напоминанием Оставлять ребенка одного в автомобиле запрещено Штраф 500 рублей грозится водителям, которые продержали чада в возрасте до 7 лет в машине дольше 5 минут Полицейские предупреждают, это может закончиться плачевно Например, ребенок, запаниковав, может запутаться в ремнях безопасности Или он воздействует на органы управления, вследствие чего автомобиль тронется с места Стражи порядка призывают к неравнодушию всех граждан Если вы увидели запертого в машине ребенка, вызывайте полицию Трасса 101 Компания Хавейл запатентовала в России еще один кроссовер Называется он Монстр Автомобиль достигает в длину почти 5 метров Ширина 1,89 метра Размер колесной базы 2,80 метра В Китае паркетник стоит, в переводе на рубли, 1,250,000 Оснащается он полуторалитровым бензиновым двигателем Мощностью почти 200 лошадей Либо 224-сильным мотором объемом 2 литра Трансмиссия 7-ступенчатый робот Привод только передний В салоне присутствует полностью цифровая приборная панель И большой экран мультимедийной системы Трасса 101 А российский бренд электромобилей Evolute Раскрыл информацию о седане iPro Продажи которого должны стартовать грядущей осенью По размерам машина сопоставима с Kia Cerato В движение она приводится 163-сильным электромотором Запас хода до 420 километров Максимальная скорость 150 километров в час Авто будет комплектоваться батареей Емкостью 53 киловатт часа Чтобы зарядить ее полностью потребуется 8,5 часов Для быстрой зарядки до 80% хватит чуть более 30 минут На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok